Когда пересаживать фаленопсис после покупки? Мы привыкли доверять цветочным магазинам и поставщикам прелестных орхидей. Но не стоит забывать, что поддерживать товарный вид растения до вашего прихода в магазин довольно сложно. Опытные цветоводы советуют сразу же после покупки пересаживать фаленопсис, аргументируя свой выбор следующим образом. Орхидея в горшке может находиться на подложке из мха. Вам необходимо проверить состояние корневой системы. Надо пересадить орхидею в свежий субстрат. Для поддержания постоянного увлажнения магазины часто подкладывают в грунт фаленопсису моксфагнум. Элемент необходим для создания влокоемкой почвенной смеси. Но по неведению мы слишком обильно поливаем орхидею, а вода задерживается в горшке. Такой цветок может загнить. Истощение или перенасыщение почвенного субстрата орхидеи также наступает в тех случаях, если мы не знаем, с каким составом имеем дело. Конечно же, ставка идет в сторону истощения почвы, поэтому для себя и для цветения орхидеи нужно заменить покупный субстрат, а лучше горшок, на новый. Провести ревизию корней, осмотреть на наличие паразитов, повреждений, гнили также необходимо. Если имеются проблемы, а вы о них не знаете, то цветок начнет стремительно увядать. И никакие методы, как вылечить орхидею в домашних условиях, не помогут. Прислушиваемся к толком цветоводам и выполняем пересадку орхидеи самостоятельно. Когда пересаживать фаленопсис после покупки? После адаптации, через 1-1,5 недели, после окончания цветения. Прямо следовать совету, что делать с орхидеей после покупки, о котором мы писали выше, и пересаживать с наличием распустившихся бутонов, не нужно. Мы детально изучили вопрос, можно ли пересаживать цветущую орхидею, и пришли к выводу, что процедуру нужно отложить до полного увядания бутонов. Фаленопсисы чувствительны к малейшим переменам, а пересадка – это стресс для цветка. Пересаживать орхидею фаленопсис после покупки можно только по окончанию цветения. За период, пока бутоны еще цветут, нужно расположить фаленопсис на умеренно освещенном месте. Что это означает? Поставьте цветок на юго-восточном или юго-западном, а летом на восточном подоконнике, умеренно увлажняя грунт, делая перерывы для оттока лишней влаги. Не забываем, что в составе субстрата может быть мох, не подкармливая, не повышая влажность воздуха. Скопившуюся в подоне воду необходимо слить. Допустимая влажность воздуха для фаленопсиса до пересадки 50-70%. Что точно делать нельзя, так это располагать его возле отопительных приборов, выставлять под прямые лучи солнца или специально притенять. За время цветения вы успеете подготовить субстрат, купить новый горшок и обеззаразить его. Как только опадутся цветы, можно приступать к пересадке. Не совмещайте обрезку цветоноса. Надо ли обрезать орхидею после цветения, читайте на сайте juneh.info с пересадкой, так как обе процедуры требуют затрат значительных ресурсов и сил для восстановления. Лучше провести толково одну процедуру, обеспечив хорошую адаптацию цветку. Мы постарались подобрать для вас лучшие советы по уходу за фаленопсисом после покупки, подойти к изучению проблему комплексной с душой. Оставляйте комментарии, когда вы пересаживали фаленопсис после покупки и какую схему ухода выбрали. Обязательно подпишитесь на канал juneh.info. Мы рады каждому цветоводу.